Всем привет, друзья! Сегодня 5 августа. Всем бета-тестерам прошивок от Microsoft было разослано письмо, где говорилось о том, что теперь вы можете попробовать свой локальный язык в меню Xbox One и для этого нужно проделать следующие манипуляции. Сейчас мы именно этим займемся, но для начала я хотел бы рассказать о цели данного видео. Прежде всего остаются две цели. Мы сейчас посмотрим, каким образом вы можете сменить язык на русский, если вы тоже являетесь участником бета-тестирования. Если у вас, например, Xbox пришел из какой-то другой страны и вы не знаете, как поменять язык, а также немножко пройтись по настройкам и понять, как вообще лучше всего настраивать Xbox. И третья задача. Я буквально вкратце в двух словах расскажу, что нужно делать, если вы впервые вообще запускаете свой Xbox One. Итак, поехали! Прежде всего вам нужно попасть в настройки, если у вас уже активированный Xbox, все настроено и вы видите вот такую вот иконку, она называется Settings по-английски. Она не всегда здесь горит, очень Microsoft замудрили и затруднили доступ в настройки. Все это происходит немножко по-другому теперь, не так как в Xbox 360. Вам понадобится вот такая вот кнопочка на контроллере Xbox One, вот видите, вот она, в виде такой решеточкой трех полосок. Вы на нее нажимаете и у вас появляется всплывающее меню, то есть какой-то небольшой аналог того, что было в Xbox 360. Итак, вы заходите в настройки, сюда вот Settings и дальше вы попадаете в меню, заходите в меню System. Здесь необходимо перейти во вкладку Location и выбрать, соответственно, Language and Location. Заходим сюда и выбираем язык, прежде всего, русский, как видите, появился. Выбираем русский. Местонахождение. Вот здесь вот не знаю, на что это будет влиять, но возможно как-то на то, на каких серверах вы будете играть или нет. Но можете оставить по умолчанию Россия, можете выбрать Соединенные Штаты. А кстати нет, не дает выбирать уже все. Раньше можно было выбрать местонахождение там англии языком и так далее. Поехали. Разговорный язык нет, потому что Kinect не поддерживает русскую речь. Ну и соответственно выбирайте перезапустить. Перезапустить. Бета-прошивки немножко тормозные от Microsoft. Сразу же скажу, меня они порой подбешивают. Вот поэтому, если вы не являетесь участником бета-теста, то лучше и не стремиться к этому. Единственное, что реально получаем взамен, это вот немножко пораньше русский язык, то есть игры такие как Dead Rising или Ruth's Son of Rome у нас все-таки будут на русском языке теперь, в отличие от остальных, которые получатся ближе к сентябрю или прямо в сентябре. Итак, кстати, когда вы запустите вообще первый раз Xbox One, вы увидите вот такое вот приветствие. Затем вам предложат нажать на кнопочку A на контроллере Xbox One. Вот на эту вот. Там все будет понятно. После того, как вы ее нажмете, он попросит вас выбрать язык и местонахождение. В данном случае вы тоже самое все выбираете. То, что я вам показал язык русский, местоположение Россия. Больше вам ничего не даст выбрать. И дальше он вам попросит подключиться к сети. То есть, если вы подключаете Xbox через роутер, то есть просто проводом Ethernet, то никаких проблем не возникнет. Он тут же определит, что у вас есть интернет и так далее. Но если вы через Wi-Fi подключаете, то вам нужно будет выбрать вашу Wi-Fi сеть и ввести пароль. Вроде бы все элементарно, но почему-то у некоторых возникают проблемы с подключением приставок к интернету. Не бойтесь этого делать. Это очень просто. После того, как вы выбрали соответственно сеть Wi-Fi или либо у вас уже Ethernet есть, вам предложат залогиниться с помощью вашего логина и пароля Microsoft. То есть, если он уже есть от Xbox 360, либо какой-то другой аккаунт Microsoft. Вы просто вводите данные и заходите. Дальше сами же выбираете покупать золотую подписку, не покупать. Все это можно сделать напрямую из Xbox One. Вот самые лучшие цены на золотые подписки, на поинты или просто деньги, вы можете найти на портале геймерский визор, разделить статьи. Там есть это все. Либо просто покупать с помощью кредитки напрямую из Xbox One. Дальше. То есть, давайте я уже вебку буду убирать. Мы немножко пробежимся по настройкам. Поехали. Это стартовый экран Xbox One. Последнее, во что мы заходили, это были настройки, поэтому он нам показывает вот это вот окно последнее, которое мы запускали. Итак, мы продолжаем настраиваться. Для этого, как я напоминаю, вы выбираете либо иконку настроек, либо нажимаете на три полоски на геймпаде, появляется вот такое меню. Заходим в него и давайте пробежимся по настройкам. Если у вас Xbox One идет с Kinect, давайте я его тоже включу, потому что я им обычно не пользуюсь, хотя сегодня планировал воспользоваться, то вам придется понастраивать еще и Kinect, хотя каждая последующая игра пока что, она просит его там откалибровать, еще что-то делать, поэтому мы даже на этом разоцикливаться не будем. Кинек не будем настраивать. Платка сеть. Если вы по каким-то причинам поменяли настройки сети, либо вы еще не подключились, то заходим сюда и настраиваемся. Все очень просто. То есть, настройка беспроводности, дополнительные настройки и так далее. Тут ничего сложного нет. Kinect все тоже элементарно настраивается, он сам все подсказывает, дает подсказки, все пошагово. Предпочтения. Вот это вот уже интереснее. Итак, друзья, показать уведомления. Это всплывающее уведомление, когда приходят сообщения, какие-то вызовы, приглашения и так далее. Все это здесь. Вы выбираете, какие вы хотели бы видеть уведомления. То есть, уведомления, если вы залогинитесь в скайпе, то есть вас будут приглашать поговорить в скайпе. Можете включить и отключить сообщения от друзей и командные, то есть приглашение, например, в тусовку и так далее, в командный чат. Поехали дальше. Так, дальше. Система и приложения. Разрешить потоковую передачу на устройство. Это то же самое, что стриминг по-английски. То есть, если вы поставили эту галочку, то вы можете стримить свои игры в интернет, то есть организовать прямую трансляцию. Разрешить трансляции и отправку контента DVR. То есть, тут примерно то же самое, то есть вы можете записывать ролики. Я этим никогда не пользуюсь, поэтому я даже галку витей не ставлю. Хотя уже надо бы, наверное, записать обучающее видео. Обязательно сможете посмотреть его на моем канале. Избранный поставщик видео. Ну, для России этого не нужно и это не работает пока. Не знаю вообще, когда-нибудь ли заработает. Уж точно не в этом и не в следующем году. Так, подключение Smart Glass. Итак, если у вас есть предложение Smart Glass, оно скоро появится и в российском App Store, либо Google Market. То и вам интересно управлять со смартфоном, то можете поставить сюда точку. Поехали дальше. TV eOneGuide. Это, кстати, интересная вещь. Она позволяет включать ваш телевизор вместе с приставкой. Я не знаю, как там это все работает, но не только Sony или Sony друг с другом дружат. Дружат, она вообще практически с любимым телевизором. У меня телевизор 10-го, по-моему, года выпуска LG. И она отлично его понимает. Просто нажимаете OneGuide, как-то так примерно, и она быстро вам помогает с помощью пошаговых инструкций все настроить. Управление устройствами и так далее. То есть, аудио, видео. То есть, смотрите, по HDMI вы можете, кстати, частоту изменить, удобную вам. Я ставлю 60. И аудио, звук какой объемный, либо стерео. Так как мне приходится стримить, записывать много видео, я выбираю стерео. Так бы, естественно, я выбрал объемный звук. Но, к сожалению, плата видеозахвата Dolce Digital не понимает. Управление устройствами. Вот мой, собственно, телевизор. Она каким-то образом сама подбирает необходимые ключи. Буквально там один-два вопроса вам задаст и подберет. Аудиоприемник. Можно настроить ресивер. Он тоже может включаться и выключаться вместе с Xbox One. То есть, если вы пользуетесь ресивером, обязательно воспользуйтесь этой штукой. Мне неудобно, потому что я редко пользуюсь ресивером с Xbox One. Поэтому я его убрал. У меня достаточно редкий для России Harman Cardone ресивер. И она тоже его без проблем находит и работает с ним. То есть, управляется все с Xbox One легко. И параметры включения устройства. То есть, вот можно здесь включать, либо не включать вместе с Xbox One. Там, аудиоприемники, телевизоры и так далее. Поехали дальше. Блю-рей. Так, стоп. Куда ты опять переходишь? Блю-рей и диски. Все тоже банально. То есть, воспроизводить автоматически. Либо нужно подождать, пока вы там что-то выберете. Продолжать воспроизведение, чтобы она запоминала. Там, где вы остановились смотреть. Ну и BD Live. Это очень известная функция, которая подгружает данные из интернета по блю-рей-диску. Меню вот тут можно выбрать, соответственно, английский, либо русский. По умолчанию. Ну, русского, кстати, пока не завезли. Видимо, появится позже. Ну и звук тоже. Русского нет, к сожалению. Субтитры. Ну, это все добавится в сентябре, скорее всего. Когда будет приставка продаваться в России официально. Система. Тоже интересные, кстати, настройки. Если вы купили Xbox One, то попробуйте обновить геймпад. На него постоянно, ну не постоянно, но в два раза минимум выходили уже обновления. Для этого нужно подключить его к Xbox One по шнуру. Мини-USB вход идет в Xbox One контроллер. Давайте я вам покажу, потому что мне даже как-то подписчики спрашивали, что там такое за соединение. Видите, это вот мини-USB. Сюда подключаете мини-USB и обычным USB шнуром включаете Xbox One. Дальше выбираете на языке местонахождение часовой пояс. Все очень просто. Управление хранилищем. Это вам, скорее всего, не понадобится первое время. Тут вы можете удалять ненужные вам игры и контент. И также можно восстановить заводские настройки по умолчанию. То есть все сотрется абсолютно с Xbox One. Вы можете настроить с нуля. Дальше. Экран и звук. Разрешение телевизора. Оно подбирается автоматически. Но если у вас какой-то допотопный, то можете выбрать здесь поменьше разрешения. Поддерживается только 720 и Full HD. Дальше. Подключение телевизора только по HDMI или DVI. Калибровка. Мы этого не будем делать. Глубина цвета. Выбирайте как вам угодно. Не знаю, на что это влияет. Но это качество видео, скорее всего. Да, тут вряд ли. Игры точно не поменяются. Цветовое пространство. ТВ или ПК. Но в данном случае имеется в виду телевизор или монитор. Разрешить частоту обновления 50 Гц. Но я не ставлю. Мне нравится 60. И разрешить 3D, если ваш телек это поддерживает. Громкость. Звуковый микшер. Лево-право отрегулировать. Здесь у вас неравномерно микшер чата. Вот это полезная вещь. Когда вы общаетесь с людьми через гарнитуру, можно, соответственно, делать так, чтобы когда вы говорите, другие звуки уменьшались. Лучше ничего не делать. Начните с этого. Ну и в принципе, да, здесь у нас идет цифровой звук. Выбирайте, какой звук у вас идет через HDMI. Но я выбираю стерео без сжатия, потому что, еще раз говорю, платы видеозахвата не поддерживают объемный звук. Только стерео. Или выбирайте то, что поддерживает ваш ресивер, либо ТВ. Оптическое аудио, что у вас там выходит. И формат аудиопотока. Я рекомендую DTS, если, конечно же, у вас поддерживает его ресивер. Все, у нас не слишком старый. Телевизоры, как правило, DTS не поддерживают. Только Dolby, в лучшем случае. Скрытую субтитру никогда этим не пользовался. Вставляем все по умолчанию. И вот интересная вкладка, о которой я бы хотел немножко подробнее поговорить. Включение и запуск. Так, значит, это у нас энергосбережение. Выключить после одного часа бездействия. Ну, это уж вы сами выбираете, как вам удобно. Параметры включения ТВ и АВ. А, соответственно, это будет работать только в том случае, если вы вот здесь вот сделаете такую штуку, как мгновенный запуск. Что это такое? Значит, есть два варианта энергосберегающих, скажем так, или наоборот, не энергосберегающих режимов Xbox One. То есть, есть энергосберегающие, вот это вот энергосбережение называется. Что здесь есть? В этом состоянии Xbox One полностью выключается. Он ничего не подгружает, никакие патчи, ни обновления, ничего до тех пор, пока вы не включите консоль. Она не работает в фоновом режиме. Если вы экономите электричество, или вам удобно самим контролировать все, что загружается на вашу консоль, или вы не хотите загружать лишний раз там интернет, хотите, ну, то есть, разные причины, по которым вы не хотите, чтобы Xbox сам жил своей жизнью, и время от времени заходил в интернет, что-то скачивал и так далее. То есть, он практически работает, ну, то есть, он полноценно работает, просто не демонстрирует картинку на ваш телевизор. Тогда выбирайте вот этот режим, который сейчас, собственно, у меня выбран. Если вы хотите, чтобы приставка все делала за вас, то делайте мгновенный запуск. И здесь автоматически загружать обновление и покупки, и быстрое обновление игр. А, возобновление, прошу прощения. Что это такое? Значит, по поводу автоматически загружать я уже сказал. То есть, он будет автоматически патчи и прошивки загружать. Во время бездействия консоли сам будет в определенное время там включаться, проверять все. Быстрое возобновление игр – это функция, которая была раньше в режиме бета, сейчас уже полноценная. Это когда вы запускаете игру, и она стартует с того же места, с которого вы закончили. Прямо точь-в-точь. Как закончили, там и продолжаете. Удобная вещь, но она работает, опять же, только в режиме не энергосбережения. И последнее – отключать внешний диск при отключении консоли. Это имеется в виду, когда вы пользуетесь внешним жестким диском. После обновления, недавнего обновления Xbox One, поддерживаются внешние жесткие диски, где вы можете устанавливать игры, если вам не хватает места, и сохранять другие вещи, которые будут в скором времени доступны. Пока, по-моему, только игры можно инсталлировать на него. Я вообще… Мне почему-то очень часто консоль работает, скажем так, в этом вот состоянии, подгрузкой всяких патчей и так далее. Я просто по шуму определяю. Он хоть и очень-очень незначительный, но тем не менее в тишине его слышно. И тем не менее, когда я захожу поиграть в какую-то очередную игру, он часто просит ее обновлять. Я не понял, зачем вот эту вот галочку я ставлю и оставляю в режиме не энергосбережения. Я в итоге просто пришел к тому, что лучше уж я вот так вот буду делать. И в итоге ничего не теряю. Скорее всего, эту функцию допилят в будущем. Она будет работать нормально, но, на мой взгляд, пока она работает не так, как мне лично хотелось бы, поэтому я лучше сберегу электроэнергию и не буду лишний раз свой интернет нагружать бессмысленными вещами. Так что, возможно, оно... Вы сами проверьте, если вас будет устраивать, то выбирайте вот этот вот мгновенный запуск. Поехали дальше. В принципе, по настройкам мы пробежались. Давайте мы с вами пробежимся. По поводу, кстати, настроек профиля. Это мы подробно не будем. Тут все по-русски. Сами сможете посмотреть, чтобы, скажем так, не демонстрировать электронные адреса, там, данные кредитки и так далее. Но настройки профиля, они находятся вот здесь. Здесь же вы можете посмотреть как раз-таки сообщения от ваших друзей, запросы в друзья, ну и те, кто находится в онлайне. Что еще показать? Давайте, наверное, пробежимся по тому, что же появилось из русификации. Что русифицировали? Как видите, русифицировали все, можно сказать. Все названия. В играх появился русский язык. Прежде всего, это касается, конечно же, Dead Rising и ряда других игр. Вот этот вот, Rise, Son of Rome. В остальных, по-моему, все и так работало. Прекрасно просто. Приложения. Интересно, будут ли они сейчас работать? Вот в чем вопрос, когда у меня уже русский Xbox Live, а большинство приложений, они предназначены для американского Xbox Live. Можно, в принципе, проверить. Как-нибудь. Даже не знаю, что. Ну, Netflix я никогда не пользовался. Вот даже ESPN, например, запускаем. У меня такое впечатление сложилось, что Xbox Live с выходом Xbox One он стал каким-то международным. То есть, отличия в разных магазинах. Ну, не разных магазинах, а при выборе настроек региона я не заметил. Единственное, что некоторые игры, купленные в онлайне, перестают работать. Приходится возвращаться на тот регион, в котором ты его купил. Ну, по крайней мере, с растениями против зомби у меня было именно так. Работала только на американском аккаунте, на котором она, собственно, и была куплена. Чёрный экран. Ничего не происходит. Долго что-то пытается подгружать. Может быть, я так и скажу, что не тот регион. Нет, смотрите, всё работает, всё нормально. Всё работает, друзья. Если вы хотите закрыть какое-то приложение, просто нажимайте, опять же, на своём геймпаде три полосочки, кнопку с тремя полосками и делайте выйти. Поехали дальше. Друзья, я уже показывал, в принципе, то же самое, что когда вы выбираете профиль. Здесь вы можете почитать сообщения и так далее. Так, что ещё показать? Да, есть вот такие вот вещи. Прикрепить называется. Давайте нажмём. Значит, что это такое? То есть, когда вы находитесь в той или иной игре, есть, опять же, кнопка, которая дублирует эту надпись на контроллере Xbox One. Вот эта вот кнопочка, вот. Видите? Как бы два прямоугольничка. Вы её нажимаете, и у вас есть возможность справа на экране разместить что-либо. То есть, неважно, achievement вы там просматриваете, ещё что-то, браузер открыли и так далее. То есть, некая мультизадачность она появилась в Xbox One. Теперь этим можно пользоваться. Можно запустить какое-то другое приложение. Тот же, я не знаю, Xbox Video или ещё что-то. То есть, вы можете делать параллельно теперь два действия. Видите, он требует обновления. Окей. Давайте немножко буквально ещё пробегусь по различным менюшкам. Пускай обновляется. Не жалко. То, что называлось раньше Quire, теперь оно называется... Ну, не тормози. Что, что, как мне надо? Вот недостатки как раз бета-прошилок. Очередь. Приложения, они как и были. Apps. Теперь это по-русски так и переводится. Приложения, игры, соответственно. Ну, многое-многое другое. Яркость почему-то зашкаливает Xbox One по сравнению с PS4 странно. Ну, в принципе, всё, наверное. Что-то ещё можно рассказать. Аккаунты. На этом давайте будем заканчивать. Если вас будут интересовать другие какие-то видео касательно Xbox One, возможно, по настройке интернета, по запуску стрима или онлайновой трансляции, когда вы играете, то подписывайтесь на канал. Это легко сделать, нажав на правом верхнем углу на иконку канала GamerzTV. Ну, либо соответствующее сообщение, которое появится внизу или сверху экрана, нажимайте подписаться. На этом всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok